Друзья, всем привет! Общеизвестный факт. Если вы смотрите нашу программу, у вас есть возможность получить классные подарки от нашего проекта. Хотите знать, какие? Я расскажу. Посмотри. Вот это крутое кресло-мешок от интернет-магазина «Кресло-мешков Сиди» может стать твоим. Для этого заходи в нашу группу во Вконтакте и вот под этой записью расскажи, что интересного, что полезного ты сделал для своего населенного пункта. Может быть, каждый день свою деревню ты делаешь чище, лучше, веселее? Пиши под этой записью. Может быть, у себя в городе ты придумал какую-то игру, в которую играешь не только ты, не только твои друзья, но и незнакомые тебе люди, обязательно пиши в нашей группе во Вконтакте. В общем, если ты не ждешь море погоды, ты инициативный и у тебя есть свой проект, либо своя история, тебе к этой записи. И я обещаю, если эта история будет топовая, я возьму этот кресло-мешок, приеду в твой населенный пункт, подарю тебе его и сниму классный репортаж о тебе. Ну а пока посмотри, что интересного подготовила наша команда для сегодняшнего выпуска. Чужой среди своих. Расскажем, как упростить процесс притирки в новой компании. Кто, зачем и почему заставляет нас читать. Четыре тома против пяти страниц. Сегодня наконец узнаем, можно ли вывести на чистую воду любителей сэкономить свое время. Нет, это не сбой в программе. Мы репетируем час земли. Все подробности в завершении нашей программы. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Новая компания. Это всегда масса эмоций. Только вот давайте разберемся, каких позитивных и светлых, или наоборот, негативных. Социальные сети буквально завалены советами, как влиться в новый коллектив, как зарекомендовать себя в новой компании. И самое главное, как научиться читать людей, которые находятся рядом с тобой. Мы для себя, для нашего проекта взяли такую небольшую планку за 10 минут рассказать тебе, какие советы работают, каким мы ставим лайк, а какие, наоборот, тебе даже не стоит применять. У нас в гостях есть девушка, которая однажды не смогла влиться в коллектив. И для того, чтобы у тебя не было таких ошибок, она готова поделиться с тобой. Лиза, здравствуй. Добрый день, Жан. Лиза, что случилось? Что за история? Рассказывай. Случилась такая неприятная история. Она, ну, меня немножко сковала теперь в будущем. Я думаю, теперь осадок остался. Дело в том, что меня позвала подруга гулять со своей компанией. Там были и мальчики, и девочки. И мы пошли гулять, собственно. Она закончилась с прогулкой не самым лучшим образом, так как мне показалось, что я не слишком понравилась той компании. Это было, мягко говоря, не очень, потому что я как-то ходила как-то одна подруга, разговаривала в основном с ними, а не со мной. И получается, я была просто одна в этой компании, не зная никого, ни интереса, ни чьи. Я просто ходила и думала, как бы мне поскорее уйти, но все же оставалось с ними. И кто-то даже шушухался за спиной. То есть, ну, такое неприятное смятение, такая робость была, что обычно я не делала. Обычно в жизни очень такая зажатая была. Странно, честно. Лиза, расскажи, а как ребята реагировали на тебя? Вот пришел новый человек, наверное, к тебе все подошли, поздоровались. Да, сначала они поздоровались, конечно. А потом уже, когда мы пошли гулять, нет, уже как-то такого диалога не было. Что со мной? Они в основном сами, у них шутки какие-то были общие, но со мной, естественно, нет. А может быть, это была их защитная реакция на нового человека? Честно, даже не знаю, но так получилось. Оказывается, вот не так просто попасть в новую компанию. Для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили в студию опытного психолога, которая выпустила в открытый коллектив ни одного космонавта, который по сей день успешное плавание и продолжает. Татьяна, здравствуйте. Вы слышали у нас как раз по обратную сторону кадра Лизину историю. Да, я слышала. Какие ошибки она допустила? Ошибки. Ну, смотрите, если говорить об ошибках, она, скорее всего, оставалась в этой компании и не ушла оттуда. А еще вот по ее рассказу она могла поговорить со своей подругой, которая ее туда привела, как-то может позвать ее отдельно, чтобы они отошли, и сказать, что она чувствует себя дискомфортно. То есть я считаю, что если человек пришел в новую компанию и чувствует себя дискомфортно, то первая самопомощь – это, скорее всего, взять какую-то паузу, отойти куда-то и прийти в себя, и, допустим, попросить помощи у той же подруги. А давайте попробуем разобраться буквально в двух словах, на что обращают внимание люди с той компанией, когда появляется новый человек. Ну, всегда, смотрите, какой-то сложившийся коллектив – это уже коллектив, у которого есть там свой свод правил, какие-то свои нормы. И когда появляется новый человек, это всегда, во-первых, стрессово для и этого человека, и для коллектива. Знаете, вот сейчас же у современной молодежи, вот, как никогда, наверное, актуальная фраза «встречают по одежке». Да, это не только у молодежи, это вообще… Такое было всегда. Так, может быть, в ледяной одежде что-то было не так? Или на это обычно подростки внимания не обращают? Да нет, знаете, я думаю, что все-таки у меня было все как-то по-молодежному, я одеваюсь, слежу, по крайней мере, за стилем, как пытаюсь. И, наверное, было дело не в одежде, как мне кажется. То есть всегда, смотрите, человек воспринимается не только внешне, а также есть энергетическая составляющая у человека. То есть важно всегда и внутренне, и внешне. Возможно, Лиза где-то, у нее есть такой аспект чуть-чуть там, может быть, внутренней неуверенности в себе. Да, может быть, это про это. Может быть, еще такое, как одна из рекомендаций, найти свой внутренний ресурс и свою уверенность в себе. То есть не бояться презентовать себя и не бояться быть самим собой и показывать себя такой, какая ты есть. То есть вот в новом месте. Хорошо. А стоит ли раскрывать свою личность в первые часы, минуты знакомства с новой компанией? Ну, это тоже такой вот интересный вопрос. Наверное, лучше всегда в новом месте занять позицию наблюдателя. Но, опять-таки же, это зависит от личности. То есть личность может быть разная. То есть может быть человек-экстраверт и интроверт, да, то есть который располагает к общению, которому это легко и просто, или, наоборот, более замкнутый человек. И поэтому всегда, наверное, лучше все-таки такую какую-то занять позицию наблюдателя, посмотреть, осмотреться, понять, где ты находишься, кто рядом тебя окружает. Ну, то есть вот в таком форме. Давайте вот сейчас попытаемся составить такой небольшой список, чего 100% не надо делать, когда ты приходишь в новый коллектив. Давайте. Что, Алис? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Пожалуйста. Татьяна, ну здесь без вашей помощи никак. То есть когда ты появляешься в новом коллективе, но, наверное, прямо еще раз скажу все-таки про позицию наблюдателя. То есть посмотреть, где ты находишься, в каком ты месте находишься, и больше все-таки осмотреться и понять, ну, может быть, наверное, не сразу там вот быть выскочкой, там навязываться кому-то, да, а просто посмотреть и презентовать себя. Может быть, вот так вот стоит делать. Хорошо. Первое. У меня вопросик к тебе. Вот скажи, пожалуйста, современная молодежь, да, если появляется вот подобная проблема, подросток пойдет решать ее в интернет через блогера, искать советы, или пойдет к психологу? Наверное, современный подросток все-таки близится к интернету. В первую очередь, это уже, ну, это новая эра, как сказать сейчас, что уже дети такие более молодежные, уже у нас интернет повсюду сейчас, согласитесь, что уже у каждого есть телефон, у каждого планшет, компьютер, гаджет, какой-либо. Все ответы на любые вопросы. Вот и мы так сделали. Мы на ютюбе нашли одного блогера, который дает советы, как влиться в новый коллектив. Татьяна, мы хотим, чтобы вы их посмотрели как профессионал и дали им небольшую рецензию. Договорились? Да, и так, давайте посмотрим первый совет. Еще для меня очень важно это умение поддержать беседу. Никто не просит разговаривать на какие-то высокие, одухотворенные темы. Нет, ну, просто поддержать как минимум немножечко беседу, я считаю, обязательно надо. Ну, давайте разбираться, что значит поддержать беседу? Ну, то есть быть в контакте с собеседником. То есть, когда ты общаешься с другим человеком, человек тебе что-то рассказывает, допустим, какую-то историю, а ты просто молчишь, ну, это будет как-то глупо. Насколько этот совет правильный? Ну, всегда люди-то общаются для чего? У них происходит коммуникация, да, они обычно обмениваются теми важными вещами, которые происходят у каждого, да, и поэтому очень важно всегда умение держать диалог. А если я не знаю, вот, например, чем занимаются вот эти люди, вот, как я могу поддержать диалог, получается, в этом случае? Значит, нужно узнать, то есть, если вы взаимодействуете, то есть, обычно люди как знакомятся, они представляются друг другу, значит, меня зовут Татьяна, я психолог, да, А как тебя зовут? То есть, а чем ты занимаешься, да, а что ты любишь, а какие у тебя интересы? А я люблю делать, вот, там, люблю готовить, к примеру. Слушайте, а какие темы, вот, сто процентов работают? Какие темы сто процентов работают? Вот что, какой разговор поддержат все? Самые такие нейтральные темы, это темы о погоде, о кино, какие-то, может быть, ну, я не знаю, для подростков мировые события, которые происходят в мире, возможно, то, что связано с учебой, да, с темой, там, поступления в институт, то, развитием, темы дальнейшего, там, выбора профессии, ну, если говорить про подростков. Татьяна, а насколько работает вот такой метод, когда ты приходишь и пытаешься показаться всезнайкой? А вот это я слышал, а вот это я видел, а вот здесь я смотрел. Ну, это, может, тоже какая-то защитная реакция и возможность показать себя лучше, чем ты есть на самом деле, потому что нету в мире такого человека, который вообще знает все. То есть такая выскочка, скорее всего, да, которая я, 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 это про вот это вот. В нашей группе во Вконтакте мы опубликовали запись, в которой попросили вас написать, какие темы, на ваш взгляд, подойдут в общении вне знакомой компании. И вот, что вы нам пишете. Самое интересное мы почитаем. Так, Злата пишет хобби, нужно рассказывать о своих хобби. Интересные истории из жизни, есть еще один вариант такой. Планы на будущее. Татьяна, насколько это работает? Да, очень работает. А еще бы я, наверное, назвала такую тему, это все-таки тема межличностных отношений, да, потому что это тоже тема, которая очень волнует подростков. Взаимодействие между парнем и девушкой, да, это тоже очень интересная тема, о которой можно поговорить. А вот, например, если вот я как-то стеснительна в этой теме, как я буду на нее разговаривать? Если другие будут разговаривать, а я буду, получается, молчать. Ну, если ты не решаешься, да, то это будет для тебя хорошая позиция. Где-то, может быть, побыть в стороне, послушать других, да. Таким образом ты сможешь выслушать их позицию, да, и адаптироваться. Мне кажется, здесь метод проб и ошибок. Надо пробовать. Когда тебе 10, 11, 12, 13, 14, не бойся показаться, вот, что ты не разбираешься в этой теме, задавай вопросы. А на вопросы, мне кажется, люди всегда любят отвечать, когда ты проявляешь интерес. Я вот абсолютно согласна. Вот полностью. Вообще бояться не нужно. Нужно всегда пробовать. Давайте посмотрим, какой еще совет дают блогеры. Для меня очень важно, когда человек что-то запоминает о тебе. Я всегда стараюсь, если вот мне что-то собеседник рассказал, бросил как-то, может быть, скользь, особенно если это вообще человек новый абсолютно, я стараюсь как-то запомнить это себе, чтобы, если что, я смогла каким-то образом потом поддержать разговор на вот такую близкую тему, которая уже была в разговоре, и я ее просто не упустила. Лиза, скажи, пожалуйста, вот та компания, в которой у тебя не получилось влиться, пробовала ли ты такой метод, запоминала ли ты что-то о ребятах, которые были тогда там? Конечно, я пыталась что-то запомнить, уловить какие-то их темы, о которых они разговаривают, но это было крайне сложно, потому что когда ты человеку ничего не знаешь, это, ну, крайне сложно просто. Татьяна, пожалуйста, этот совет дельный или мы его блокируем? Дельный, это совет, это такая маленькая, возможно, манипуляция в коммуникации. Любой человек любит, когда разговаривают про его личность. Люди, по большому счету, эгоистичны, да, то есть им нравится, когда их называют по имени, и каждому человеку приятно слушать, когда говорят о нем, да, и о его какой-то проблеме, на эту правду. Татьяна, знаете, выражаясь молодежным языком, вы пробили следующий совет блогера. Давайте посмотрим. Да, хорошо. Имена, не знаю, как для вас, но для меня, ну и вообще в психологии считается, если человек называет своего собеседника по имени, то это автоматически просто располагает очень. Татьяна, Лиза. Да, я согласна с этим. Я уже сказала про это. То есть это вот первый прям лайфхак, наверное, да, когда ты знакомишься с новой компанией, может быть, даже повторить имя человека, когда тебе говорят, Паша, Паша, приятно. Да, это одна из фишек коммуникации. Учат даже такому на тренингах. Давайте посмотрим, что еще советуют блогеры. Пятый совет, который мне хочется вам дать, это обязательно помогайте друг другу. Это очень важно. Что значит помогайте друг другу? Очень широко. Это очень, да, вот здесь очень такой широкий совет. Нет, ну, возможно, это поддерживает друг другу. Вот в Лизином случае, когда ее конкретно в эту компанию привела ее подруга, да, то вообще они должны были взаимодействовать друг с другом и поддерживать друг друга. Да, это такая взаимопомощь. Это нормально. Какой-то подруге я немного не дождалась, так сказать. Мне было немного грустно, потому что она в основном общалась со своими друзьями, а не со мной. И, ну да, какого-то внимания довольно не получила, так сказать. Лиза, скажи, пожалуйста, вот теперь, когда ты даже послушала советы блогера, ты придерживаешься этим советом? Последовало бы? Конечно, я попробовала бы. Попробовала бы, если бы у меня была возможность, я думаю, в следующей компании, к которой я попробую прийти. Я, конечно, попробую их запомнить, конечно, использовать в дальнейшем, по имени назвать. А вот давай прямо сейчас резюмируем, да, это финал нашей уже с вами беседы. Резюмируем. Лиза, что ты запомнила, какие советы блогера, какие советы Татьяны ты будешь применять? Я буду назвать по имени прежде всего. Здравствуйте. Конечно же, запоминать какие-то факты интересные о людях. Ну и, конечно, я буду стараться помогать в новой компании, если какой-то человек придет ко мне в компанию. Я, конечно, помогу ему, буду общаться с ним и где-то помогать. Татьяна, ставьте финальную красивую точку. Как ребятам влиться в коллектив, в который они никого не знают? Хорошо. Значит, первая такая рекомендация – это быть самим собой. Не пытаться играть кого-то, а показывать себя действительностью тем, кто ты являешься на самом деле. Да, значит, вторая, наверное, второй совет – это когда не бояться и понимать, что люди, с которыми ты общаешься, это такие же люди, как и ты сам. То есть есть свои плюсы у всех и есть свои минусы. Наверное, третий – это все-таки занять позицию изначально наблюдателя, оценить обстановку, понять, на какие темы общаются люди. Присмотреться. Оценить обстановку, да. Вот это, наверное, третий совет. Четвертый все же будет – это не навязываться к людям, которым ты неинтересна, и искать все-таки людей по своим интересам. Вот это вот, наверное, четвертый. Мне кажется, это очень важный совет, действительно. Не надо стараться влиться в ту компанию, которая тебя не примет и которая только, наверное, псевдо какая-то крутая. И давайте вот последний совет. А последний совет, если уже очень сложно и вообще что-то не получается, то следует все-таки обратиться ко взрослым. То есть если это школа, есть учителя, есть родители и также есть психологи, да, то есть все-таки не замалчивать свою проблему, а говорить о ней, говорить со взрослым и просить помощи всегда. Татьяна, вам спасибо большое. Лиза, мы надеемся, что вот эти лайфхаки, советы ты теперь будешь применять и, может быть, даже рассказывать своим друзьям. Сама станешь психологом. Кто его знает, мы теперь, Лиза, будем тебя приглашать как психолога в студию. Спасибо большое тебе. Спасибо большое. Друзья, мы привемся на очень небольшую рекламную паузу. Через несколько минут вернемся и расскажем, когда краткость не сестра таланта. Оставайтесь с нами. Прямой эфир телеканала «Беларусь-2», молодежная программа «Пин-код». Мы снова у нас в студии. Я вот, ребятки, за время эфира вот что подумал. Половина каникул уже пролетела. Что успели интересного сделать? Успели, может, по школе соскучиться, а? Заходите в нашу группу ВКонтакте и расскажите, вот если у вас есть час свободного времени, на что вы его потратите? На то, чтобы прочесть список литературы, который вам задали на каникулу? Либо, может, на что-то другое? Заходите, голосуйте. А я пока займусь как раз-таки школьной литературой. Точнее, седьмым классом. Покажите. Вот этот вот гигантский список литературы обязателен к прочтению в седьмом классе. Мы прямо сейчас делаем небольшой эксперимент. У нас здесь есть такие электронные весы. Мы поднимем весь этот список и узнаем, сколько весит вот такая стопка книг. Итак, прямо сейчас мы это делаем. Внимание, смотрим. Четыре килограмма. Четыре килограмма. Я скажу больше. Я не поленился и посчитал, сколько здесь страниц. Здесь две тысячи, посмотрим, две тысячи пятьсот пятьдесят шесть страниц. Если разделить на, кажется, колоссальное число, да? Но если разделить это количество страниц на тридцать шестьдесят пять дней в году, то выходит, что в день нам надо читать семь страниц. Наверное, это не так много, а может быть, для кого-то много. Как это успеть прочитать? Вот именно для этого я вот еще один эксперимент, который я хочу сделать. Посмотрите. Если взять, открыть Google и ввести в Google капитанская дочка, мы увидим топ запросов, что по этому запросу выдает нам Google. Google, смотрите, капитанская дочка, краткое содержание находится выше, чем скачать. Это значит, что школьники быстрее ищут легкое решение проблемы. Вот почему так получается? И как научить себя любить и читать книги? Для этого мы пригласили к нам в студию учителя русского языка и литературы Софью Луцевич. Софья, заходите, пожалуйста, к нам. Так получилось, что я Софью знаю лично, и, наверное, это будет единственный педагог, с которым я могу себе позволить общаться над Софьей. Вы не против? Нет, я не против. Здорово. Софья, тогда расскажи, вот есть нормы выполнения домашнего задания. Для седьмого класса, вот я считаю, это два с половиной часа. Как за эти часы можно умудриться прочитать все, что тебе задают? Дело в том, что ни один хороший учитель, он, конечно же, не говорит о том, что ребятам нужно прочитать какое-то художественное произведение, более или менее большое, ну, пускай даже это будет больше, чем 100 страниц, на следующий день. Соответственно, мы выходим на что? Что у ребят всегда есть возможность грамотно распределить свое время и распределить по дням, сколько страниц в день им можно читать. И, кстати, вот этот способ, да, 7 страниц в день, или, например, если вы знаете то, что вам нужно прочитать к следующему, например, на следующую неделю произведение из, там, 150 страниц, хотя бы читать по 50 страниц в день, это займет примерно 40 минут, и таким образом какая-то большая сложная задача окажется очень легкой, и произведение будет прочитано в срок. Нам же где-то надо найти эти 40 минут. Конечно, да, я согласна, что многие ребята просто ленятся, однако я думаю, что 40 минут в день всегда можно найти. И, кроме того, есть такие современные способы, как какие-то приложения электронные, да, которые могут, например, ребенку напомнить о том, что ему необходимо что-то сделать. Элементарно даже какое-то напоминание поставить себе в телефоне о том, что пора садиться за чтением. Ну вот это, кстати, хорошее. Есть вообще и приложение «Читалка», оно называется, да, не обязательно носить с собой книгу в наше время, ты можешь ее загрузить на телефон, и пока едешь в метро, пока едешь на автобусе, взял, открыл, почитал, и 7 страниц по щелчку пальцев пролетят. Давайте вот обсудим, зачем школьникам, вот я открыл список программы литературы для семиклассников, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, здесь больше десяти, литература для внеклассного чтения, еще десять, зачем так много? Дело в том, что все произведения по художественной литературе, которые мы проходим в школе, они содержатся в таком документе, как учебная программа, и все произведения, которые ребята проходят, они делятся на три группы, и если говорить коротко, то первую группу ребята должны читать подробно и анализировать, писать сочинения, а две другие, они проходят более поверхностно, и учитель может выбирать, какие произведения проходить, а какие нет. И, соответственно, конечно же, из этого списка учителя нередко выбирают те произведения, которые, возможно, по их мнению, будут в том или ином классе более или менее интересны. Вот, поэтому из этого списка, конечно же, учителя стараются выбрать самое интересное для ребят. Софья, скажи, пожалуйста, кто устанавливает нормы вообще, вот этот объем чтения? Да, 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 тоже все дополнительные произведения для дополнительного изучения, они содержатся в программе, то есть в документе, который выпускается на Министерство образования. Но обычно по моей практике и по практике моих коллег все-таки учителя, насколько могут, стараются пойти навстречу ребятам, и иногда даже дают на свое усмотрение какие-то произведения, которые мы здесь не найдем, но которые ребятам, по их мнению, будут интересны. Или даже могут предложить ученику прочитать какое-то свое произведение, и он потом может рассказать об этом ребятам в классе и таким образом поделиться чем-то, что именно его зацепило. Софья, скажи, пожалуйста, вот это список дополнительного, то есть он необязательный. Я правильно понимаю, что подросток может вообще отказаться тогда? Тут такой очень тонкий момент, тут, наверное, все зависит от преподавателя. Ну вот я на секунду, да, приведите, что у нас здесь есть. Там два капитана, «Властелин времени», «Не колец», это разные книги, ребят, «Всадник без головы». Если я не хочу это читать, я хочу «Гарри Поттера», хочу «Звездные войны», «Властелин колец». Ну, стоит разговаривать в таком случае с учителем, вот, потому что какие-то учителя идут навстречу, какие-то нет. Но я думаю, что все-таки есть тот базис произведений, который любой ученик должен прочитать. И это будет складывать его какой-то общий культурный уровень образованности. Фундамент. Конечно. Это мы рассмотрели точку педагога. Да. Мы вышли на улицу и пообщались с молодежью. Зачем нужен список литературы на каникулы? И вот, что молодые ребята нам ответили. Думаю, что нет. Ну, в плане, ну, если задаю, то читаю. Вообще-то нужен вот литература, это самообразование. Вот литературе мы вот учимся как там к девочкам подкатывать в романтических вот этих произведениях. Лично я книги не особо читаю. А почему? Я не знаю, они мне не нравятся. Нужен. А почему? Ну, развиваться, грамотнее, грамотным стать. Я просто не думаю, что кто-то его полностью прочитывает, поэтому не думаю, что это слишком важные такие вещи. Ну, надо учить, это очень интересно. Да, нужны. А для чего они нужны? Для того, чтобы потом хорошо учить. Некоторые из них, ну, действительно помогают, там, как-то улучшить словарный запас, может. Да. Для того, чтобы завивали технику чтения, познавали то, что вообще есть в мире. Для того, чтобы просто не скучали. А ты будешь читать? Конечно. Чтобы дети не забывали грамматику, чтобы детям было чем заняться на каникулах. А ты будешь читать? Я, то, что мне интересно, я читаю. Повысь сообразованность, узнать что-то больше, на ошибки учиться каких-то, на чужих. Вот для всех тех, кто в вопросе говорил, читаю, читаю и буду читать, вы приходите к нам на Маконка 9. Вот мы, пожалуйста, дадим прям этот списочек, отдадим, почитайте, вернете. Так называемый модный буккроссинг. У нас в студии появились представители тинейджерского поколения. Кристина, привет, Александра, Саша и Виолетта. Привет. Ребят, все из этого читали? Честно? Нет. Честно не скажем. Краткое содержание читали? Да. Скажите, пожалуйста, Софья, у меня вот к тебе вопрос. Может ли учитель определить, школьник читал краткое содержание, либо все-таки полную версию? Да, обычно достаточно пары вопросов, чтобы понять, насколько глубоко ученик знаком с художественным произведением. Вот, поэтому да. Кристина, Саша, Виолетта, пару вопросов для того, чтобы понять, знакомы ли вы их с художественным произведением. Так, Софья, да, я прошу тебя. Первую мы возьмем за основу. Кстати, вот, оп, у меня она здесь и есть. Вот она, «Капитанская дочка». Здесь у нас, кстати, я сейчас посмотрю, сколько страниц. 237. 237. Кто целиком читал, а кто читал краткую версию, прямо сейчас мы узнаем при помощи Софьи. Итак, вопросы, девочки, которые я для вас подготовила. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, отдает ли Петр Гринёв долг Зорину в первой главе рассказа? Да. Три секунды на ответ. Да, действительно, он отдает ему долг, несмотря на то, что Савельич очень сопротивлялся. Второй вопрос. 50 на 50, можно было попасть, можно нет. Да, это очень легкий вопрос, но мы его взяли для того, чтобы ребята, девочки, немножечко разогрелись. Много ли крестьян в подчинении у Мироновых? Да. Так, есть ответ «да», вы с ним совсем согласны. Нет, почему? Более подробно, возможно, можешь пояснить. Тогда пусть будет «да». Хорошо, ну, в общем-то, второй вопрос показался сложнее. Я сейчас найду, подождите, вы пока отвечайте, я найду, скажу. На самом деле, в подчинении у них содержится только одна крестьянка, и это палашка, которая ухаживает за Марией. Третий вопрос, который я для вас подготовила. Когда Пётр объясняется Маше в любви? В какой момент это происходит? Можно я? Да, конечно. Когда он ей написал песню любовную, вот. Иди, что после этого происходит? Саша духовно? После того, как его ранили, и она ухаживает за ним, и вот они признаются друг другу. Да, это более правильный ответ, конечно же. Он оказывается раненым, пять дней находится без памяти, вот, но потом просыпается, видит Машу и признается ей в любви. Ребят, я уже на одиннадцатой главе. Успех. Продолжайте. Так, следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, что Пугачёв даёт в дар Гринёву после того, как он направляется в город Оренбург? Шуба. А что там? Зайчий. Зайчий или тулупчик? Вот подумайте. Овечий был. Хорошо, но на самом деле ответом на этот вопрос должны послужить несколько предметов. Шуба, хорошо, ещё что-то, возможно, вы помните? Зайчий. Всё, да, то есть вы другого ответа не знаете. На самом деле, после того, как они покидают крепость и едут в Оренбург, его догоняет казак, насколько вы должны, наверное, помните, если читали произведение. Конечно, конечно. Вот, конечно, читали, да. На 46-й странице вот про казака. Вот, и он отдаёт ему деньги, полтинник, и отдаёт шубу. Вот, но полтинник по дороге теряется, поэтому он получает только шубу. Софья, скажи, пожалуйста, вот на данном этапе уже можно определить, кто из ребят читал полную версию, а кто в интернете? Да, я думаю, что... Давай попробуем, да. Я думаю, что Александра, да? Александра. Да, я думаю, что Александра, наверное, читала... Кристина. Кристина, да? Я думаю, что Кристина читала полное произведение. Девочки очень были неточны в своих ответах, поэтому, наверное, у вас было краткое содержание. Итак, внимание, развязка. Пожалуйста, девчонки, поднимите руку, кто читала полное произведение. Угу, вот оно как. Итак, прямо сейчас, девчонки, я вам вручаю полную версию «Капитанская дочка». Это вы почитаете, вам будет полезно. Ну, Софья, это, наверное, вот такие... Иногда так бывает, что читала короткую и проскочила, но ведь не всегда же так. Да, не всегда, но на самом деле один из приемов, которые преподаватели используют, они, конечно же, знают о кратком содержании. И нередко преподаватели тоже изучают краткое содержание и задают вопросы, которых в кратком содержании не было. Собственно говоря, большая половина моих вопросов как раз-таки была тех, которые вы не найдете в кратком содержании, и на эти вопросы девочки затруднились ответить. Поэтому, возможно, если бы мы побеседовали подольше, то мы бы вывели на чистую воду, конечно. Софья, спасибо большое тебе. Девчонки, книгу я вам уже вручил, читайте на досуге. Прервемся на небольшую рекламу, после которой здесь, в студии, расскажем, как можно спасти планету, не выходя из дома. Оставайся с нами. Прямой эфир телеканала «Беларусь-2», молодежная программа «За время рекламы». Мы тут для вас подготовили небольшую загадку. Вот посмотрите на эту картинку. Выглядит вроде бы не страшно, да? Согласны? Я вам расскажу, что на ней представлены самые крупные скопления мусора в мировом океане. У меня есть ощущение, что большинство из вас эту информацию воспринимает как типа «А, ну прикольно». Но у нас есть вторая картинка, которая выглядит немножко более ужасающе. Покажите, вот это, как конкретно выглядит тихоокеанское скопление мусора. Уже в 2015 году, только вдумайтесь, это скопление мусора было по площади в три раза больше, чем Франция. По состоянию на 2018 год в мировых водах оказалось около 8 миллионов тонн пластика. И его производство за 65 лет постоянно увеличивается, увеличивается, увеличивается. Многие производители, гиганты, они начинают отказываться от пластика, потому что если такое будет дальше происходить, то, мне кажется, мы скоро будем плавать в этом пластике. А если вы думаете, что это миф, то далеко нет. Ребят, вот посмотрите, пожалуйста, картинка, где девушка, она прям в куче мусора, потому что все это прививает к течениям к каким-то определенным берегам. Вот обсудить эту проблему, интересно ли это проблема молодежи, мы решили с ребятами в нашей студии. Знакомьтесь, здесь все. Даша. Я. Привет. Арианна. Я. Аня. И Дюша Метелкин. И Влад, конечно. Здравствуйте. Владиус у нас. Ребят, расскажите, вас вообще вот эта проблема волнует по поводу пластика, мусора? Или вы даже не интересуетесь этим? Пожалуйста. Да, конечно. Меня очень волнует эта проблема. Я считаю, что это очень важная проблема вообще всего человечества. Ты сейчас отвечаешь, как будто мы тебе за кадром сказали, скажи вот так. Это правда. Ребят, рассказывайте, как вы к этому? Ну, я согласна с Дашей, потому что это действительно очень, даже можно сказать, опасно. И это влияет как на животных, как на мир природы, так и на нас. А как на нас это влияет? Ну, это отражает... мусор, он отражается, мне кажется, на воздухе, и мы как бы им тоже дышим, поэтому это тоже так же опасно для нас. Давайте попробуем разобраться, каким последствиям может привести вот эта проблема, если никто о ней не будет думать. Выброс пластика, я имею в виду. Мне кажется, что вот, куда выбрасывают этот пластик, там уже будет скоро больше мусора, чем самих рыб. То есть они... рыбам это вредит, они едят пластик. И... У меня есть ссылка, ребятки, сколько разлагается пластик. Я прошу, вот вы мне подскажите, редактор. Так, пластик разлагается... секунду, секунду, у меня где-то прямо такая классная ссылка была. Итак, вот, нашел. Смотрите, старая обувь, к примеру, разлагается 10 лет, а изделие из пластмассы срок разложения около 100 лет. Вы представляете, то есть вы выбросили обычную пластиковую бутылку, и 100 лет она разлагается. Вот, какие ваши эмоции, вы вообще об этом когда-нибудь задумывались? Честно, нет, я никогда об этом не задумывалась. Вообще никогда. Ну, да, действительно, как-то страшно, можно сказать. Давайте пофантазируем. Вот как будет проходить наша жизнь через 100 лет, если никто вот этой проблемой не будет заниматься? Просто будет большое загрязнение водоемов и, допустим, лесов, и просто вот вся наша природа, она станет грязной, и также загрязнится воздух, то есть мы... Нормально, нормально, прям разгоняем мы это и делаем. Разгоняем, да. То есть мне кажется, что просто многие животные не выживут и станут умирать, и мы потеряем множество видов. А как на людях это может сказаться? Наверное, питьевая вода, которую мы пьем, и по земле, которой мы ходим, и воздух. То есть если не будет пресной воды... Ну, видимо, что нет умирать, и безбоживание. Хорошо, а теперь расскажите мне, вот когда у вас есть в руках обычная пластиковая бутылка, куда вы ее выбрасываете? В специальный мусорный бак. Прям вот всегда в специальный мусорный бак. Ну, когда они есть. Если мы видим, что они есть, мы сортируем мусор, как бы, а если нет возможности, то, естественно, мы выбрасываем в обычные мусорные баки. Помимо пластиковой посуды, во многих странах Европы запретили также ватные палочки, трубочки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шариков. Как думаете, почему? Ну, потому что мы это часто используем, но это тоже какой-то пластик и тоже идет загрязнение. И мне кажется, что, ну, опять же, люди это очень часто используют, следовательно, природа загрязняется больше, и мы даже не думаем о том, куда мы их выкидываем. Хорошо, вот в Европе этот закон уже есть в некоторых странах. В Беларуси мы пока его не принимали. Как вам кажется, стоит ли нам принимать такой закон? Мне кажется, стоит. А как мы тогда будем шариками ходить, воздушными? Просто подмышкой вот так? Есть же специальные веревочки. Да, есть веревки, ленты. Найти какую-то альтернативу вот этим палочкам, вот этим мешалкам. Да. А давайте вот тогда вместе попытаемся представить жизнь без палочек для воздушного шарика, без ушных палочек, без мешалки для коктейлей, для чая и кофе. Я специально, ну, железные ложки там, допустим. Так. Потом, ну, без палочек, не знаю. Как-то грустно. Без палочек, наверное, мне кажется. Без палочек грустно. Больше месяц будет ходить к врачу, возможно. Смотрите, по поводу вот ходить. Мы когда ходим в магазин, зачастую мы продукты складываем в пакет. Пакет, они тоже очень долго, очень долго разлагаются. Вот небольшие лайфхаки. Можно ходить специально такой вот с сеточкой, торбочкой. Наши родители, между прочим, с такой давным-давно ходили. И все очень было здорово. Откажитесь от специальной бутылированной воды, потому что это состоит из пластика. Скажите, нет лишней упаковки. Можно ходить, хранить все наши какие-то смеси вот в таких интересных мешочках. Ребят, вы знаете, какая акция скоро пройдет? Часть Земли. Про нее что-нибудь слышали? Нет, нет. Ни разу? Я слышала о том, что люди на час выключают все электрические приборы и также телефон, свет. И просто сидят как бы без этого всего, чтобы как бы обратить внимание на эту проблему. Это будет 30 марта. С 20.30 до 21.30 рекомендуется воздержаться от электроприборов. Как вы думаете, вот подросткам, молодежи стоит присоединяться к этой акции или... Конечно, стоит. Почему? Ну, как это, чтобы не присоединялись-то, скажем, доброе дело. Чтобы мы обратили внимание на эту проблему, чтобы все люди задумались о том, что они делают и куда они выбрасывают мусор. Загрязняли природу. Ребят, вам спасибо большое, что, во-первых, вы понимаете и осознаете вот эту проблему. Мы надеемся, что многие зрители к нам прислушаются. Мы вас стараемся мотивировать и всегда разыгрывать подарки. Поэтому в нашей группе во ВКонтакте есть вот такая вот специальная запись, которая гласит о том, что мы разыгрываем билеты на концерт МОТО. 7 апреля он состоится в 19.00. Для того, чтобы ты смог получить два билета, то придумай или вспомни самый креативный жизненный совет, который ты давал, либо тебе давали. Напиши, мы выберем 1 апреля лучший. Найдем тебя и сможем вручить два билета. Это был Пин-код. Встретимся с вами завтра. Пин-код.